салютики как говорит моя супруга друзья вещаем вам из магазина лидл мы замк по маленькому заскочили у нас дома нету молока а потом как знаешь если вы были в деревне того чтобы надо его сейчас пришли надоели три пачки и надо таблетки и кофе надоели вот холодный тоже и молоко какие без таблетки для посудомойки я каждый раз разная а жила бы в деревне пошла бы песочком помыла соды саша шутки шутками у меня было бы скорее всего ведро соды я высоты очень хорошо жир отмывает вот наши покупочки утренний арбуз увидела у женщины передо мной там были еще уцененные этот свежее он еще будет свежий вон сколько дней 2 так таблетки и вот собой только один пакетик был даже арбуз поместился смотрите пока саша упаковывает увидели вывеску оказывается в лидли можно тоже электроширот сдавать а я не знала вы знали только вот надо почитать только их которые у них куплен в смысле потом стал широтом или любой по моему да не написано джойстики телефоны стали мне кажется на что-то валяется лампу маска пылесос но это маленький ручник видишь только стоят что большинство маленькое только до 25 сантиметров пользовались такой опции и так мы затеяли дома большую уборку но все-таки выходные правда выходные для чего надо уметь развлекаться на выходных и мы это делаем всех детей припахали к уборке все у себя пылесосят моют полы протирают пыль сначала они в своих комнатах ну а мы потом продолжаем стане в остальных туалетах там на кухне спальне и в гостиной в общем семейные развлечения к артему приехала фиона как раз вовремя и они вместе делают большую большую дружную работу правильно не знаю честно говоря то за ключи лежат разные может попробовать пример лежит куча за ключи и мы не знаем от чего попримеряй нет так выброси его артём ты не знаешь ключ есть от этого замка или кто-нибудь как называется замок от этого замка есть замок замок ключ тимур может ты знаешь милана кто-то знает чей-то замок чей-то замок тимур тимур я буду тимура должен это был раньше а какой у него ключ какой был тимур у меня тоже есть ключ есть от него должен быть какой ключ какой-то замка тимур пользовался на тебе он давал какой ключ и надо испытать ну испытайте и заберите его кто-нибудь уже чтобы он здесь не лежал между на зеркале от чего этот пульт от колонки от черного нашел в этом ключе ну промерь промерь два одинаковых ну примерно я просто не понимаю у нас куча черных ключей тимур дай ему примерить ключи и заберите какой-то замок уже к себе все работает вот а второй два ключа если он даже светится заберите нет и знаете что делаете повесить сейчас это брелок сюда и напишите что это от замка я не знаю название с вот у замка какой-то кто и пользуется а слушай милан одной что нет замка у нее а кто этим пользуется вторая милан ты горел тебя замка нет вот пожалуйста нет но серьезно положила в сумку ключ так она ходит пешком потому что раньше не хорошо ну-ка ты в театр едешь правильно тоже надо замок да успел вот пожалуйста положила в рюкзак и не потеряй ключи не может обязательно пригодится хорошо положил сумку и не потерять я сейчас положил сумку стулья уже выкатывают молодцы маленькая комната что делать все возьмем дайте мусорный пакет ну чтобы выбросить что-нибудь задумку самит я его сейчас хорошо так что там у тимура проверка у тебя как с уборкой а немножко решила стоять нужно изменить пыль протер да не стесняйся что не нужно чем не пользуешься выбрасывайте кнопочки мне нужны кнопочки которые на стену повесить у меня были кнопочки спасибо не все по я же не могу что-то перестереть пока на не все по порядку я же планирую сперва со столом разобраться потом везде поставщик в местах пыль протереть и сложить все что надо выдохни выдохни потом я планирую поменять это потом я планирую пеленки свинки на трясти и положить в это и в конце пропылесосить и помыть пол ты самый ответственный мой коллега молодец тимур все просто у меня есть план для этого не обязательно повышать голос ты молодец спокойно размере я просто рассказал молодец продолжаем здесь тимур предлагаю спиннер выбросить или забрать или забрать он здесь лежит уже без дела не знаю для чего все таки мне кажется достаточно 1 2 парфюма поставить куда страны иначе там невозможно протирать ну как ну вот так вот упрала протяжку поставил назад в чем проблема я поставила вот эти чтобы их допользовать парфюмом самое самое удобное пользоваться когда вот здесь на выходе понимаешь ты выходишь и видишь парфюм взял попширился пошел надо его подписать понимаешь есть у тебя духи и парфюм лежит другом месте то ты забываешь ошейник что ключики где-то были так три ключа но нейма мы выбрасываем это мы не так и не поняли а чего не от каких-то замков видно велосипедных еще что-то удастся нет а думаете сбавляться годами лежат и мы думаем а чего не лежат для кого милана поцеловать милану надо написано вот это поцелуй только давай милана мы напишем правильно я понимаю все хорошо но здесь немножко неправильно ты знаешь где у тебя ошибка здесь нет ну пойдем разберемся кто знает где у милана ошибка в этом тексте артем ты знаешь где ошибка у нее ты знаешь где ошибка так то кто знает где ошибка так но явно в слове поцеловать какая ошибка там но пойди а там где мягкий знак где мягкий знак в конце после так что еще больше нет ошибок явно есть ну стирай еще раз давайте вместе напишем правил давай я вам подскажу где во первых смотри а стоит колпачок здесь должен быть мягкий знак а здесь должна быть другая буква какая поцеловать поцеловать но что давай писать по как ты слышишь по по поцеловать кое-катер какой букв не хватает е е е е Ну, по-Ц. Как Е пишется? Это Е или Е? Это Э. Вторая ты написала, первая Е. По-Ц. Не спеши, красиво пиши. Будь здоров, Тима. Что-то снизу пишешь, ну ладно. Ты слышишь? А ты не сказала поцеловать. А поцеловать тебе сказала. Значит, чего не хватает? Правильно, мягкого знака. Тут ты облашаю. Да? Тут ты облашаю пишешь, а не маленькая. Это маленькая? Ну ладно, как написала. Она печатными пишет. Надо с вами диктантами подписать по-русски, чтобы забываете грамматику. Ну ладно, молодец. Девчонкам мотивация на уборку сегодня. Это у меня хлебница. Вот, насчет хлеба. Я сегодня Тане сделал предложение. Я сделал Тане предложение купить хлебопечку. Потому что хлеб нужно печь самим. Я к такому выводу пришел. Потому что в современном хлебе, который продается в магазинах, в булочках, очень-очень много стало ненужных добавок. Всяких стабилизаторов, эмульгаторов. Каких-то... Ну, очень чего там другого нет. Там, наверное, можно больше десятка насчитать разных элементов в этом хлебе, который продается в магазине. И который не портится несколько дней. В бекеране неплохой хлеб, Са. Смотря какой, наверное. Но я говорю, что очень-очень много добавляют ненужных добавок в хлеб. Поэтому нужно самим, наверное, печь. Пусть редко, но настоящий. Свой хлебушек. Цельнозерновой. Саша даже сказал, что сам готов печь. Я даже готов сам печь, да. Чтобы только добыл наш хлебушек. Свеженький, хорошенький. С орешками, каким мы захотим. Или еще с чем-то. Мы давно уже задумывались о хлебопечке. И я не то чтобы категорически против. Просто... Нету места. Нету места. Нету места. Я хочу кухонный комбайн. Я хочу хлебопечку. Я хочу там дофига чего, да. Я извиняюсь. Куда? Вот где это все хранить? И куда это все складывать на нашей маленькой кухне? Ну, какая есть, да. Что сделать? Поэтому... Может быть чем-то можно пожертвовать? Допустим, вот полочку освободить. Вот это все выбросить. Ее как не освобождай, ее все время кто-то заставляет. Вот мы заставим ее хлебопечкой. Нет, Саша. Да? Это не вариант. Вариант взять где-нибудь, достать кухню побольше. Расширить до гостиной. Достать кухню побольше? Да. Расширить до гостиной? Ну, можем гостиной в углу сделать там уголок еще. На самом деле, шутки шутками, но... Просто кошмар, насколько мало места. Ну, тот уголок можно же определить для печки. Ой. Какой? Ну, так все. Да сейчас. Давай твой уголок определить для печки. Давай. Там, где ты монтируешь, сидишь про вас. Нет, мама, слишком далеко ходить от вашей комнаты до кухни. Умные все такие. Мой единственный уголок, который у меня есть, они под печку решили определить. Видите как? 120 квадратных метров квартира. 110. 110. 110 квадратных метров квартира, а уголка своего ни у кого нету, понимаете ли. Вот в чем загвоздок. Есть, у меня нету. У тебя нету? У всех есть. У всех по целой комнате даже есть. У меня тоже есть своя комната целая. Но у тебя есть хорошая рабочая зона. Ты пользуйся ей тоже, я ей же не заключаю. Если я начну ей пользоваться и туда перееду, то офигеешь. Так, все, хватит болтать. В очках главное. Главное в очках. Когда все работают поровну, распределяя обязанности, никто не остается в обиде. Или это самое главное правило семейного счастья, когда никто ни на кого не обижен. Все поровну, все по-честному. И обязательства, и ласка, и любовь. Вы со мной согласны или нет? Ну и конечно, кто хорошо поработал, хорошо покушает, как говорится. Пришло время пообедать. Будем кушать как вчера. Ты видела? Что? Греческий уже размешать немножко. Это который мой? Да, это который твой. А что с ним стало? Это с садзики стало. Ты из него сделала? Я вчера с садзики сделала. А я думал с чья сделать опять. Чья с садзики можно как-то думать? Угу, попробуй. Чья же не так, это вкусно. Угу, фуга. Сегодня, Настя, тебе нужно не забыть, что нам нужно купить йогурт. Масло у нас на донышке. Листочек, напиши. Но у нас еще есть оливкового много, поэтому если не купим не страшно. Пиши. Йогурт. На удивление яйца у нас есть. Масло. А сливочное есть? Да. Растительное. Салат для Сони. Если что-то вспомнишь, допишешь. Вкусная пища. Реально, несложно и вкусно. Да. Но вот интересно, Тимуру такой вариант не очень нравится. Почему? Не знаю. Что он говорит? Он предпочитает этот котлет. Котлеты? Молодец. Он может это есть, но, например, Милане и Артему нравятся, а Тимуру нет. Наш славянский парень. Котлетки, картошечка. Да. Еще знаешь, когда он был маленький, ну не помню, года три там, например, да? И мы на каких-то праздниках, днях рождениях бывали. Тимура с таким вот двальцем все время, оливье ем, шубу. И все удивлялись, что ребенок такой возраст, ну любит такое кушать, что обычно не заставить, да? Обычно что там, дети? Ну, краешечку, картошечку, какой-нибудь там, я не знаю, курочки кусочек. А он, а шуба есть? А оливье? Да, и котлеты для Тимуси, конечно же, будут тоже, сейчас вот Саша сделает. Молодец, одна. Да, Александр? Я всего лишь размешиваю и что-нибудь делаю. Нет, скажи, что это ты и готовишь котлеты. Тимур еще и сам и пожарил себе. Слушай, не только Тимур. Я не умею сейчас, сейчас можно пожарить. Вообще, в принципе, же он убрал и жарил. Ну они умеют, а когда я делаю эти вот для куриных заготовки, они сами жарят. Не проблемка. Так, Татьяне пожаратушки. Саша уже съел, пока я второе жарила и котлеты форш сделала. Оп, что-то я себе прям подрумянила. Смотри, я как настоящий дед, будущий. Дед-пердед. Завелся таблетками, смотри. Я вчера увидела и обалдела, да. Я вчера стоял на кассе в Лидле. Без меня был. Один был. И что-то меня дернуло. За кофем ходил? Да, за кофем ходил. Смотрю на полку. Просто что-то в очереди стоишь, нечего делать. Смотрю витамины. Очередь, видно, большая была. Аж до витаминов, да? Сначала я взял один витамин. Думаю, Д3. С этим сразу со всеми нужными дополнительными витаминами, чтобы лучше усваивалось. Думаю, нормально. А что еще? Витамин С и цинк. Почему нет? И все это не дорого на самом деле. Омега-3 плюс витамин Е. Омега-3, допустим, если просто пьешь, она хуже усваивается, чем с витамином Е. Витамин С и цинк. Витамин С и цинк. Я думаю, B12 это же очень хороший витамин. Он очень в многих дефиците. Тут дозировка, наверное, не такая уже прям большая. Написано по одной в день. Ну, не знаю. На среднее, наверное, на человека рассчитано. Так это все недорого. Ты понимаешь, что… Я понимаю. Вот это, вот это, и вот это обошлось, какие-то там, 11 евро, по сути. И вот тебе на месяц, некоторые даже на два месяца хватает. 60 таблеток, 60. Так эти, может по 2 надо. Нет? По одной было написано. Ну, единственное, что вот эти, витамин B12, там в капсулах надо по одной. Да. Я с него и начну, кстати, сейчас. И один раз в день я употребляю после обеда. В общем, а я вчера увидела, Саша принес целую гору. Я думаю, что с ним? Что вдруг? Просто раньше Саша, если что-то такое надо было, он мне говорил, надо купить. Таня, закажи, Таню, купи. А сейчас такой самостоятельный мужчина стал. То ли возраст, то ли что, пришел с полной горой витаминов. Не, я понимаю, что можно купить и комплексы, да, но мне кажется, комплексы это все херня. Не знаю, я пью, вот видите, у меня прям на видном месте все стоят. Витамин С, да. И что только. Про здоровье. Мое? Вещь пьет сам, а здоровье мне желает. Неприлично пить за свое. Да, Саша в таком виде замечательном, потому что у нас сегодня плюс 29. Я одеваю такие шорты, когда на террасе загораю. Я сейчас собирался все загорать на террасу. А вот сейчас я возьму просто витамин С. А их можно все разом? Да без проблем. Кто сказал, что можно? И все сразу разом хлопают. Вот, D3. Да, ты же сейчас на солнце, да, витамин получишь. Зачем ты это? Да, это усиливает. Знаешь, что перед дозировкой витаминов это тоже нехорошо? Я это почувствую по себе. Мне станет нехорошо, у меня может плечи появятся. Еще что, если я вижу, что я начну немножко дозировать. Если начнешь скрипеть, ты же не поймешь, что это из-за витаминов. Допустим, я лично к себе отношусь очень внимательно. Если у меня что-то где-то начинает работать не так, как раньше, я начинаю сразу об этом задумываться, изучать и сидеть за собой. И проверяться, где надо. Да, будьте такими, как Саша. Не, ну не надо до маразма доводить. До маразма доводить? Это же я не все время делать, я просто сейчас решил попробовать топить витамины. Почему нет? Не пойдут, не пойдут, пойдут, пойдут. Да, кстати, вот эти вот только я почти всегда пью, потому что остальные забывают. Но вчера я вот выпил, вот это все вместе, я очень себя хорошо чувствовал весь день. Особенно после них. Может плацебо эффект? Ну это когда грибы мы пили. Вот я прям чувствую, я такая прям тыц-тыц-тыц на подъеме, на позитиве. Там витамин С кисленький, такой классный. Надо его отдельно пробовать. Прикольно. Перекрыли весь город, как какая-то вечеринка у неформалов происходит. Шествие какое-то. Молодежь, почему неформалы? Просто молодежь тусуется. А просто молодежь? Такие пробки в городе, просто не пройти, не проехать. И только по краям пивные бутылки. По обочинам. Посмотрите. О, слыга там. По какому поводу мы с Сашей не поняли? Все стоят. Слышишь, как звенит? Свернулись с Сашей, ездили по делам. Смотри, как потемнело. А у нас какой дождь был. О-о-о. И мы с Сашей, конечно же, по нему попали. Арбуз. Делаем ставки. Хороший, правда? Слышишь? Даже вам слышно там. Теперь смотри, будет сейчас. О-о-о. Вот что значит мама выбирала? Смотри. Слышишь? Почему? У-ля-ля. У-ля-ля. Без кусочек? Ну, так себе помните. Пахнет, как трава зеленая. Ха-ха-ха. А-а-а. Я ему на полу. Так. Моя технология нарезка огурца. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Арбуза. Показываю. Саша со мной всегда не согласен. Я считаю, что это лучшая версия. Участие у нас большой огурец. Лишь бы она была вкуснее, чем просто огурец. Я ничего не имею против огурца. Но все-таки, чтоб хотелось бы арбуз был барбузом. Ну, я тут не самый вкусный, Саша. Нет, попробуй середины что-то сказать. О-о-о. Холодненький. Нет, он не вовходил. Уходил, не вовходил. Уходил, не вовходил. Уходил. Уходил, не вовходил. Вкусай. Вкусно. Но холодненький был бы вкусней. Ты что, Саша? Как сахар. Особенно первый раз ты это кусаешь. Ну ладно что, ломаю. Ну реально, Зай. Ай. Ты помни, какие арбузы в Италии были? Итальянские, да. Кстати, откуда? Я не знаю, выбросила дырку. Откуда арбузы? Я не знаю, не посмотрела. Надо бы посмотреть еще раз. Сейчас они должны быть самыми сочными и самыми вкусными. Но это не такой арбуз. Это немецкий. Даже удивительно. Сейчас должны быть все вкусные. Не астраханские. Хотя бы конечно в Италию все было за арбузы. А вообще, Рома был недавно в Италии. И он сказал, что... И мы лоханулись, не заказали у него арбуз. И он сказал, что были очень вкусные арбузы. Рома, ты что ни одного домой не привез? Мы когда были в Италии с семьей, мы нам штук пять домой привезли. Правда, половина испортилась. И ели каждый день эти арбузы. Мы на них только и сидели. Нет. Мы привезли штук пять. Потом мы долго на них смотрели, берегли. А потом половина из них испортилась. Было так. Не помню. Это были лучшие арбузы в нашей жизни. Да. Это факт. Ни в Греции, ни в Испании почему-то мы не ели вкуснее. И за детство я привозил арбузы. Они тоже были не такие. Может, потому что пока я довозил их, они уже перезревали. Не знаю. А еще в Италии было вкусное салями. Да. Тоже самое вкусное из всех, что мы ели. Мы в Италию все ездили. За арбузом и за салями? Или отдохнуть? Нет. Это мне не очень понравилось, честно. А мне Рим понравился. Я хочу в Рим погулять еще. Вы знаете, мне тоже понравилась архитектура. Я вот люблю вот эти вот старые строения, по старым городам гулять, да. Любоваться архитектурой, атмосферой, вот этот вот колорит ловить. Но мне немножечко и чужды сами итальянцы. Мне не нравится вот этот их странный темперамент, вот это вот все. Как бы испанцы, они тоже такие горячие, веселые, но они какие-то менее агрессивные, что ли. А у итальянцев вот это все как-то агрессивно смотрится и мне вот как-то вот отшибло. Можно вкусночек. Хотя, по идее, мы были на Косте, это же итальянская вроде контора, да? И там все хорошо было. Не, именно круиз. Признавали не да. Таня, ты наверняка вспомнила от тех баб, которые в окно орали там что-то когда-то, да? Они все странные, даже когда мы приехали на регистрацию, Саш. Да. Мне вот запомнилось то, что они все время возмущаются, руками орут и вечно недовольные чем-то. Вот у меня вот почему-то вот такое вот ощущение. А испанцы, мне ощущение, что они тоже все время очень шумные и веселые, но они все время что-то хохочут, что-то все такие все дружелюбные. Вроде и те, и те такие темпераментные и горячие, да? Ну вот. Для греков они очень гостеприимные такие, очень приветливые тоже, да? Ну вот как вот по мне. Вот, вот. Ну люди разные. Темперамент разный. Вот вроде все хорошо в Италии, но вот это его сразу отталкивает. И это, кстати, был один из немногих хотел сказать. В принципе, единственный арбуз, который мы в этом году доели до конца. Он был реально вкусный. Все, друзья, мы собираемся идти уже спать. Кто-то уже в кровати, кто-то намыливается. Всех обнимаем вас, друзья. И прощаемся с вами до завтра. Всем пока.